В Белгороде депутат Госдумы взыскал по 1 рублю со СМИ, которые упомянули его имя в деле Шакры Молодого. Октябрьский районный суд Белгороду удовлетворил иск депутата Государственной Думы от Белгородской области Андрея Скача к ряду СМИ и физических лиц о защите репутации из-за упоминания его имени в деле криминального авторитета Шакры Молодого. В пресс-службе областного суда сообщили, что истец просил взыскать с каждого ответчика по 1 рублю в счет компенсации морального вреда, причиненного размещением этой информации, признанной порочащей. В материалах суда отмечается, что ответчиками по иску Скача о защите чести, достоинства, деловой репутации стали, в том числе ЗАО «Издательский дом Новая газета», ЗАО «Информационное агентство Разбалт», ООО «Агентство федеральных расследований», ООО «Массмедиа», ООО «Телеканал Дождь», а также администраторы порталов 19.рус.инфо, расприз.арк, xboxnews.ru и mzkl.ru. Иск в суд был подан в конце прошлого года. Поводом стало расследование корреспондента «Новой газеты» Андрея Сухотина «Четвертая силовая». В материале утверждается, что Дмитрий Смычковский, друг бывшего начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, получил 1,5 миллиона долларов, из которых 1 миллион передали от депутата Скача. По словам автора расследования, деньги следователям планировали передать за освобождение из-под ареста вора в законе Захария Калашова и его подельника Андрея Качуйкова. Калашов был приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима, а Качуйков к 8 годам-годам и 10 месяцам колонии. Андрей Скоч, депутат Государственной думы с 3 по 7 созывы. По версии Forbes, он занимает 23 место в списке богатейших людей России. В 2018 году журнал оценил его состояние в 4,9 миллиарда долларов. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.